Приветствую! Этот видеоролик является логическим продолжением моего предыдущего видео, посвященного базовым принципам работы кареточного мотора Бафанг. Если вы пока еще не видели его, пройдите по всплывающей подсказке или по ссылке в описании, а затем возвращайтесь досматривать сюда. Я периодически буду ссылаться на то, что уже описывал в предыдущем ролике. А здесь речь пойдет о том, как подключить веломотор к персональному компьютеру и что таким образом можно настроить. В данном видео я покажу сам кабель, его подключение и подробно опишу основные функции программы для настройки. Итак, во-первых, для подключения нужно купить вот такой кабель, специально для мотора. В принципе, всегда найдутся умельцы и любители спаять своими руками, чтобы подешевле. Но это уже их личный выбор. И скорее всего, эти люди знают все, что расписано в данном видео. А для обычных начинающих, которые не знают, что, куда и как, данный готовый проводок идеален по двум причинам. Во-первых, он подключается к USB-порту, который найдется в любом компьютере. Во-вторых, его невозможно вставить неправильно, подсоединив и замкнув что-то не так. И можно не вникать во все остальные детали, например, что такое USB-TTL адаптер, который по сути является частью кабеля. Зелёный разъём подключаем вместо комплектного велодисплея, который мы временно отсоединяем. Для работы кабеля потребуется драйвер, но он в современных операционных системах находится автоматически. Мне не пришлось ничего искать и устанавливать. Если у вас всё-таки возникнут проблемы, ищите в сети драйвер с вот таким названием. Настоятельно советую сразу же приобрести ещё и удлинитель USB не меньше метра. Кабель имеет длину всего 58 см. Если у вас мотор уже установлен на велосипед и его необходимо подкатить к стационарному компьютеру для настройки, такой длины скорее всего не хватит. Разве что у вас есть ноутбук, который можно поставить рядом на табуреточке. В комплекте с кабелем идёт карточка с двумя QR-кодами. По-первых, можно скачать мануал на английском языке, очень простенький и недостаточно понятный. По второму коду скачивается программа для настройки мотора. Если у вас почему-либо нет карточки в комплекте, пользуйтесь кодами из моего видео. Поскольку нам нужно загрузить файлы на компьютер, удобнее всего воспользоваться отсюда же программой для захвата QR-кодов. Например, вот такой. Просто захватываем картинку с экрана, и программа выдаёт нам связанную текстовую ссылку для скачивания программы. Можете переписать вручную, если так быстрее. В общем, проверяем, что батарея на велосипеде заряжена, отключаем велодисплей, подключаем кабель и втыкаем в него USB-разъём. Программу желательно запускать от имени администратора. Выбираем в правом окошке тот ком-порт, который появился при подключении кабеля с мотором. В моём случае это ком-3. Первый — это физический выход на задней стенке моего системного блока. Если у вас такого нет, вариант будет всего один. Далее нажимаем кнопку «Коннект» для соединения с мотором. Если всё получилось, станут активными кнопки чтения и записи информации. При запуске программы в ней уже проставлены какие-то цифры, но пока что они не имеют отношения к мотору. Для того, чтобы получить именно те данные, которые записаны в моторе, нужно нажать кнопку «Чтение всех данных». А соседняя кнопка служит для перезаписи в память мотора всех данных из всех вкладок программ. Перед тем, как вносить какие-то изменения, рекомендуется сохранить в отдельном файле все настройки мотора. Благо, программа это позволяет. Тогда вы сможете легко откатиться к заводским настройкам, если что-то напутаете, загрузив файл обратно в программу. Все настройки делятся на три вкладки, у каждой из которых есть свои собственные кнопки чтения и записи данных. С их помощью можно считать из мотора или записать в мотор только части данных, относящихся к активной вкладке. Первая вкладка посвящена базовым настройкам. Что у нас тут есть? Нижний порог защиты батареи — это напряжение, при котором контроллер остановит двигатель, чтобы обеспечить защиту батареи от слишком сильного разряда. Это позволит продлить жизнь аккумулятором. Зависит от конкретной батареи. Далее расположено поле для максимального значения тока, проходящего через двигатель. Установив здесь цифру меньше возможного максимума, можно сделать свой мотор менее мощным. Ассист уровней — это место, где можно точнее подстраивать под себя чувствительность мотора на разных скоростях, выставленных на велодисплее. Полагаю, большинству пользователей нет смысла что-то менять. А если всё-таки захотите поэкспериментировать, помните, что при слишком низком токе мотор не сможет сдвинуть велосипед, а при слишком высоком ускорение при старте будет значительным и так можно повредить мотор. С правой стороны выставляется процент от максимальной скорости, установленной на вашем дисплее, когда двигатель уменьшит мощность и просто сохранит эту скорость. Из интересного обращу внимание на то, что обычно нулевой ассист уровень установлен на нулевые значения. Это та самая нулевая скорость, которую я описывал в своем предыдущем видео. На ней велосипед работает только от вращения педалей ногами без помощи мотора. Но данная программа позволяет это изменить. Дальше можно выставить диаметр колеса. Стоит помнить, что неправильно установленный диаметр, по крайней мере меньше реального, это еще один способ сделать двигателю плохо. Тип счетчика скорости – это в нашем случае всегда внешний, устанавливаемый у заднего колеса. Он идет в комплекте с мотором. Сигналы счетчика скорости тут тоже всегда оставляем единичку, то есть один сигнал на один оборот колеса. Вторая вкладка – настройка помощника педалирования. Параметры этой вкладки можно описать словами, что я сейчас и сделаю, но по-настоящему понять смысл большинства из них легко будет только тем, кто уже поездил, попробовал что-то поменять, снова поездил. Пытаться менять эти значения нужно только если вас что-то сильно не устраивает в стандартных настройках. И вы точно знаете, что именно. А если дальнейший текст покажется вам мало понятным, скучным и слегка нудным, значит эти настройки вам не нужны и я рекомендую сразу отмотать к описанию третьей вкладки. Тип датчика педалей выбирает производитель, мы его не трогаем. Назначенный уровень помощи оставляем на значении по команде дисплея. Все остальное – искусственные ограничения на одном из имеющихся уровней, которые нельзя будет потом менять через велодисплей. Ограничения по скорости удобнее также оставить на варианте по команде дисплея. Хотя нужно учитывать, что некоторые дисплеи позволяют выставить ограничения скорости до 99 км в час, что в реальности недостижимо на таких моторах. Это по сути получится полностью снятое ограничение. Стартовый ток – это ток запуска при повороте педалей. Чем выше, тем быстрее ускорение при старте. Но в то же время на высоких значениях повышается риск повредить двигатель. Режим медленного запуска определяет, как быстро достигается начальный ток. Можно грубо описать этот параметр, как то, что установка на более низкое значение ускоряет ускорение. Примерно так. Но рекомендуется не экспериментировать, поскольку это дополнительный способ насиловать мотор. Четверка – оптимальное значение для разных велосипедов, которые ставит производитель. Следующий параметр устанавливает, сколько импульсов от датчика педалей требуется для запуска двигателя. Для управления им нужно знать, что полный оборот педалей на кареточных моторах бафанг генерирует 24 импульса. Следующий параметр связан с изменениями мощности в зависимости от скорости вращения педалей, и тут лучше оставить все как есть. Время остановки – это задержка между моментом, когда мы перестаем крутить педали и когда двигатель отключается. Ниже мы видим параметр, тонко настраивающий скорость падения тока при педалировании. При нижнем значении ток падает с наименьшей скоростью. Последняя настройка управляет процентом максимального тока на выбранном вспомогательном уровне, который будет протекать через двигатель. Когда окажется достигнута максимальная скорость, будет продолжено педалирование. Третья вкладка – настройки для гашетки или ручки газа. И самый важный пункт здесь – мод. Как мне кажется, это то, что обязательно должно быть вынесено на управление с велодисплея. Но, увы, тот, кто не купил дополнительный кабель, может даже и не знать, что у гашетки есть два очень разных режима. Итак, режим Current означает, что она работает как кнопка, включающая ту скорость мотора, которая сейчас выставлена на велодисплее. А сила давления не имеет значения. Я подробно описал и показал работу этого режима в своем предыдущем видеоролике. Он был установлен у меня по умолчанию при покупке, и на момент записи этого ролика мне казалось, что он единственный. Хотя я и сейчас считаю, что это более удобный режим, который для гашетки лучше оставить. Но каждому свое. Второй режим – Speed. Это принцип работы педали или моторучки. То есть, чем сильнее давим, тем выше скорость. У некоторых людей при покупке мотора именно этот режим выставлен по умолчанию. И тогда они, в свою очередь, могут не подозревать о существовании режима Current. А сталкиваясь с ним позже, могут начать строить предположение о том, что гашетка механически сломана или неверно распаяна. Теперь про другие параметры. Стартовый вольтаж – это выходное напряжение, при котором двигатель запускается. Нужно знать, что на значение ниже 11, контроллер не отреагирует. Конечный вольтаж – это выходное напряжение, при котором двигатель достигнет максимальной мощности. Максимум может отличаться в зависимости от модели гашетки или ручки газа. Для контроллера мотора допустимый максимум 4,2 В. Обозначенный уровень мощности нужно оставить на значении по команде дисплея. Остальные варианты позволяют выбрать для гашетки 1 фиксированный уровень ассистирования, и мне трудно представить, когда и зачем это может понадобиться. По следующим параметрам можно ограничить максимально доступную скорость при нажатии гашетки. Стартовый ток – это процент максимального тока, применяемого к двигателю, когда гашетка генерирует минимально допустимое напряжение. Данный пункт может применяться для настройки плавного запуска с гашетки. Главное помнить, что высокие значения способны повредить двигатель. Как видите, настроек много, и их влияние на процесс езды можно очень долго изучать, тонко подстраивая всё под себя. По-настоящему доступно объяснить все тонкости на словах весьма проблематично. В ряде случаев важнее прочувствовать их эффект на собственном опыте. Но, надеюсь, собранная здесь информация поможет начинающим, которые пока ещё ни в чём не разбираются. Если вам понравилось данное видео, не забудьте поддержать автора подпиской на канал, а ролик лайками и комментариями. Добра и удачи, дорогие друзья! Субтитры создавал DimaTorzok